Друзья, всем привет! У нас август подходит к концу и разработчики решили именно под конец месяца повыпускать очень много обновлений. Немножечко завтыкал я с этими видеороликами, потому как и на Poco F6 вышло обновление, на Xiaomi Pad 6, а также на Xiaomi 14. Но в этом видеоролике будем постепенно нагонять то, что было упущено. И я вам продемонстрирую, что на сегодняшний день в новых обновлениях начало появляться и стоит ли вообще обновляться. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Сразу, друзья, хочу вам сказать следующее, что HyperOS 1.5 на глобальном рынке нет. И я не понимаю вообще, почему данную тему все как бы там продолжают муссировать. Что касается китайского рынка, там совершенно другая история, но на глобалке никакой 1.5 HyperOS нет. Потому если вы видите посты, которые там указывают на то, что HyperOS 1.5 существует, именно для глобального рынка, а также если она там вышла уже и тому подобное, можете смело закрывать данных авторов. Потому что они не ведут информации и пытаются на этом, ну скажем так, хайповать. Мы же с вами сталкиваемся с обычной HyperOS, которая в себе, ну как бы то на первый взгляд, не несет ничего сверх такого естественного. Даже если мы с вами зайдем в список изменений, мы с вами лишь только получим обновление за август 24-го года. Но когда лично мне данное обновление пришло, а это напомню вам международный индекс и нумерация 1.0.13.0, то я наблюдал следующую картину. Почти 1 гиг весила данная прошивка. Я вот подумал, что разработчики понадобавляют кучу всего интересного и будет вам что продемонстрировать. Но насколько я понимаю, разработчики сфокусировались на некой оптимизации, которая, ну как бы то на целый гиг, ну есть вопросики определенные. Но опять же, что имеем, то имеем и от этого можем отталкиваться. Единственное, что из интересного я заметил такого, это есть в Activity Launcher, а именно добавление раздела с контрастностью и также раздела пользователей. Что касается раздела контрастности, то ее вы можете найти по следующей истории, интерфейс системы, контрастности. Тут вы можете выбирать, насколько контрастно у вас будут отображаться различные надписи, ярлыки в вашем смартфоне. Ну и кстати, данная тема почему-то работает, хотя не все через Activity Launcher можно активировать. И конечно же есть еще раздел под названием пользователи, который также находится через приложение настройки. Тут вы можете активировать, к примеру, добавление нескольких пользователей, там режим гость, ну и тому подобное. Также еще выставлять здесь все возможные там картиночки, надписи, ну и тому подобное. Да, как бы то это у нас и все по таким особенностям, потому что больше ничего в настройках вы заметить не сможете, если вам придет, к примеру, вот такое обновление с такими цифрами. Взаимосвязанность работает, прошивка, там модуля связи отрабатывает отлично, то есть там связь ловится везде, где только можно, а там, где ее не можно поймать, ну соответственно и не будет она приниматься. Wi-Fi подключается молниеносно, Bluetooth так же самое. Еще что из примечательного, разработчики не сломали нам ту же самую взаимосвязанность, все работает очень-таки адекватно, HyperMind тоже там себе где-то в фоне, что-то пытается понять по сценариям использования. И в общем-то, некоторая такая стабильность настает у прошивок HyperOS и компании Xiaomi, что весьма очень удивительно. Опять же, обновление на целый гик, я думал, там добавит нам, допустим, по умолчанию кучу всевозможных ярлычков именно в строке состояния. Но, увы, мы также с вами обделены, и тут у нас три штуки можно активировать. Думал, что в рабочем столе также что-то добавится, но, опять же, разработчики недавно выпустили вторую версию типа из HyperOS 2.0 рабочего стола, ну или же системной оболочки, которую вы, кстати, можете скачать в нашем канале. Из такого, что я заметил, это лучше стало открытие папок, которые являются Excel. То есть, вы можете заметить, когда я вот так вот открываю, у нас как-то вот иконки снизу проявляются, или как-то они вниз улетают. То есть, это более такая улучшенная анимация. Кто-то может еще сказать, что новый рабочий стол, он как бы поломал значки, они стали меньше. Но, если вас данная тема очень расстраивает, то вы можете спокойно перейти в раздел обои и персонализация, раздел значки, и тут поднастроить размер значков. То есть, никакой проблемы лично я в этом не наблюдаю. И что в целом можно отметить по вот данному обновлению, которое является у нас как 1.0.13.0. Компания Xiaomi, видимо, уже где-то мыслями там в HyperOS 2.0, потому что уже как бы-то скоро сентябрь, а там уже, глядите, октябрь, и необходимо будет выпускать первые бетки. Ну и потому, скорее всего, в ближайшее время нас будет ожидать небольшое обилие обновлений, а если они и будут, то это лишь только можно будет рассчитывать на какие-нибудь фиксы, устранение там багов, ну или же на какие-нибудь там оптимизации. Да, с одной стороны это печально, но с другой стороны, пускай разработчики хоть что-то делают, и нам как бы присылают свежие обновления, и мы будем их, соответственно, устанавливать. И также, если у вас еще возникает вопрос, а что же нам делать с работоспособностью игр, если вы, к примеру, хотите там улучшить или сделать стабильным FPS, или же наоборот убрать нагрев и троттлинг, то вам необходимо поработать будет лишь только с одним приложением. Это приложение вы все знаете, оно называется как Joyeuse. Если вы хотите себе сделать стабильный FPS, вы вот здесь нажимаете очистить и очистить все. Но данная тема будет работать только до перезагрузки аппарата. Если же вы хотите наоборот уменьшить троттлинг, уменьшить нагрев и тому подобное, но при этом FPS у вас будет не особо стабильным, то необходимо обновлять версию Joyeuse. Кстати, новая версия вышла относительно недавно, и самую актуальную версию также сможете найти в нашем телеграм-канале. В целом и общем, я лично ожидаю, что скоро уже будет HyperOS 2.0, хочется уже что-то новое попробовать. И если удастся первым это все сделать, конечно же, свежую информацию выкину вам в телеграм, ну а потом уже в ютуб. Поэтому не забудьте подписаться на все наши социальные сети, чтобы быть в курсе самой свежей и актуальной информации. Ну а если о чем-то забыл, упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.